СОЮЗОНЛАЙН СОЮЗОНЛАЙН Уважаемые телезрители, конечно, мы испытываем необыкновенную радость. По-другому быть не может, когда находишься с храмом, который посвящен Пресвятой Богородице. А мы находимся в столичном районе Орехово-Борисово. Именно здесь возведен храм, посвященный иконе Божьей Матери Троиручица. В 17-й раз, в день престольного торжества, здесь прославили свою небесную покровительницу, Царицу Небесную. И вот для в день, который является обычным для Москвы, но праздничным для храма, под его сводами собралось множество народу. Это прихожане, паломники и те, кто 17 лет назад помогал возводить этот храм. За богослужением молилась настоятельница подворья патриарха московского Евсея Руси Кирилла при храме Божьей Матери Троиручица, игумения Митрофания Миколка. Дело в том, что здесь произошло еще одно событие. В прошлом году, в 2018 году, на подворье было открыто представительство Сурского Иоанновского монастыря, который расположен в Архангельской епархии. Вот, несмотря на такие перемены, по окончании богослужения, по традиции, с почитаемым образом Пресвятой Богородицы, вокруг храма был совершен крестный ход с молитвенным пением. Тимофей. Галина, много чудотворных икон явлены Царицей Небесной Божьему миру во утешение и укрепление нас. А чем прославился этот образ? Да, Тимофей, чудотворных икон Пресвятой Богородицы много. И икона Пресвятой Богородицы Троиручица все-таки один из самых прославленных. Уже по его названию можно определить, что он необычный. Дело в том, что на иконе изображена Пресвятая Богородица, которая на правой руке держит младенца Иисуса Христа, а чуть ниже под ее рукой находится рука человеческая. Вот прославление этой иконы связано с именем святого защитника православия Иоанна Дамаскина. Вот как именно связано и как появилась на этой иконе третья рука, об этом перед началом богослужения мы смогли поговорить с клириком храма Иереем Иоанном Корешковым. И сейчас мы предлагаем нашим телезрителям послушать рассказ батюшки. Батюшка, когда свою славу икона Божией Матери Троиручица явила миру? Это случилось в эпоху иконоборчества, восьмой век. Вот иконы уничтожались, это была внутрицерковная очень серьезная такая проблема. Вот император Лев, который правил в Греции, вот он принял такое решение иконы уничтожать, сжигать. Вот всех, кто этому противился, наказывали. Вот, и тут возникает святой Андамаскин, человек, очень верующий из знатной семьи, обладавший властью в том числе. В Дамаске он был приближен им халифа. Вот, и он пишет защиту икон, за что подвергается преследованием. И здесь мы сразу и понимаем, почему икона называется Троиручица. Вот, ему в наказание за то, что он противится императору Леву, пишется донос на него, ему халиф приказывает отрубить руку. Вот, ну верят этому доносу, вот, отрубают руку. И преподобный Иоанн Дамаскин умоляет причистую, совершается чудо. Эта рука чудесным образом возвращается на место. Совершается то, чего быть не может. Ну, в церкви это называется чудо. Вот, совершается чудо Божие. Халиф видит это и прощает святого. И вот до сегодняшнего времени мы уже больше десяти веков не перестаем удивляться вот этому чуду. Скажите, пожалуйста, где находится вот в наши дни оригинал иконы Божьей Матери Троиручица? Тот первый образ, который был написан. Вот эта икона Троиручица, благодарность за исцеление. Преподобный Иоанн сделал из серебра руку и приложил ее к иконе, прикрепил. Вот, таким образом на иконе стояло три руки. Вот, как бы, третья рука прикрепленная из серебра. Потом эту икону, благодарность, в XIII веке подарили в Сербию, в сербский монастырь. И оттуда, в эпоху гонений на христиан, опять же, когда были нестроения в церкви, православные люди приняли решение вручить Сарице Небесное. Вот, и поставили икону на осла, и осел сам, не водимый никем, как вот говорит предание, он дошел до горы Афон. Вот, и остановился около Хиландарского монастыря на той горе Афон. Иноки, ну, приняли это как знамение Божие, вот, внесли икону в алтарь. Вот, и до сего дня эта икона там находится в монастыре Афон. Ну, даже известны случаи, когда есть какие-то споры у монахов, там, уже были в истории, они спорят, кому быть наместником, кому быть. Происходят даже чудесные явления Матери Божией. И иноки уже с давних пор верят, что игумен в этом монастыре сама Царица Небесная. Они все важные решения принимают только с ее благословения, ну, там, или посредством какой-то жеребьевки, то есть, кладут какие-то бумажечки. Отец, Иоанна, когда появилась икона Божией Матери Троиручица в России, и когда она была привезена, копия, конечно, иконы. В 17 веке это произошло, эта икона была преподнесена в дар патриарху Никому. Вот, и делались множественные списки с этой иконы. Русские люди очень полюбили, ну, это, конечно, трогательную историю о святом Иоанне Дамаскине. Полюбили этого святого, полюбили этот образ, и стали строить храмы в честь иконы Матери Божией Троиручицы. В каких ситуациях Божия Матерь Троиручица чаще являют свою помощь молящимся? Ну, здесь, конечно, опять же, исходя из житья Иоанна Дамаскина, вот, конечно, молятся в основном о получении телесного здоровья, вот, может быть, люди парализованы там, или какие-то болезни рук, ног, вот, у людей бывают. Особо люди верят, что представительство именно молитвы перед этой иконой будут получать просимое. Вот, и вы можете увидеть у нас на иконе прям большой ковчежец, и на нем много-много висит колечек разных, крестиков. Это люди приносят благодарность за то, именно как раз, что получают просимое. Получает кто-то исцеление, кто-то просто утешение, получает просимое. Спасибо. Историю иконы и житие Иоанна Дамаскина, благодаря которому этот образ обрел свою славу, нам рассказал клирик храма Ирей Иоанн Корешков. Но мне остается добавить, что по многолетней традиции, по окончании крестного хода, в храме было пропето многолетие патриарху московскому и всеяруси Кириллу, всем прихожанам и благотворителям этого храма. Тимофей. Спасибо большое, Галина. Уважаемые зрители, на прямой связи с нашей студией в Екатеринбурге была Галина Ледвина. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok